К тому месту, где стоит вот эта вся мебель роскошная, с налетом, с очень большим налетом старины, накладки вот такие, часы, стулья, вот таких у меня две жардиньерки, жардиньерка тоже называется для цветов. Ну многое, и там вот сейчас прошел, многое стоит, а то, что уже было, вот стул прекрасный, вот это кресло, мне, конечно, нравятся эти две рамы, сани прям старенькие, это для газет, для документации различные, вот это, по-моему, душка тоже от стула или от чего, а, это от зеркала, скорее всего, очень красивая вещица, оформить стеночку тоже. Для дизайнеров здесь есть находочки, это подставка от Торшера, старенький чемоданчик, ух, какой красивый, круглый. Вентилятор тоже старенький, ух ты, вот что мне нравится для штор. Прекрасная консоль с накладками из латуни или бронзы, и здесь, и здесь рокальный такой вот медальон, очень красивая, 12 тысяч стоит. Вообще красивая. Вам понять, сделаю такое видео вертикальное, ну, красивая вещица, наверное, метр 10 высотой. Ну что, выспался и еду на удельный рынок. В Москве я езжу по троечке, а здесь по жетончикам в Санкт-Петербурге. Вот по таким жетончикам бросаю и прохожу. Удельный рынок. Я к тебе иду. Встречай. Уже на удельной. Кстати, у нас нет газетных ларечков прямо в метро. А в Питере есть. И какой момент интересный. Теплеет. Это сколько сейчас? По-моему, 12. Мне нужно вон туда и пройти через пути железнодорожную. Кстати, вот он уже начинается рыночек. Ну, здесь так, бабулечки скромно стоят. А там уже дальше основная часть рынка. Тянютины глазки, я вижу, уже продают. Бабулечки стоят земляника и клубника. Цветы. Вон там медок. Соленье, варенье, яйца. Ну, а мы проходим, идем дальше. Люди здесь просто огромные. Просто невероятно. Здесь вещевые рынки в самом начале. А потом уже антикварные и блошинка. Они начались, видите? И если я развернусь, вот оттуда я пришел. Здесь вижу кукол, одеты в разные одежды. Я не фотографирую, я снимаю видео. Смотрите, направо и налево. Блошинный рынок. Уже начались вопросы. Для чего, почему, зачем. А вот и тарелочки из СССР. Чьи они? А чьи это тарелочки, подскажите? Сто рублей керамика, сто рублей блюдо. Керамика. Кругое, сто рублей. А чьи они? Советские наши. Это я понимаю. А конкретнее, не знаете? Я что-то не разобрал это клеймо. Вижу, что первый сорт. ПСФ, что ли? Ну, не знаю. Ленинградский завод фарфора. А, ленинградский. Все понятно. Вот там бы тоже люди стояли. Но там все затоплено пока что водой. Прямо на земле все лежит. И... Ну, вот здесь ничего интересного нет. Там что-то и было, то уже пробежался народ. И интересно, конечно же, скупил. Перекупщики и... И вообще люди. Ну, мы пойдем дальше, потому что там ассортимент уже получше. Музыка повсюду. Фристайл или что там? Как... Та-та-та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Забыл, чья эта песня-то? О, шляпа неплохая. Нет-нет-нет, не достану, я до шляпы. Ну, ладно. Фристай такая прекрасная девушка. Корона у нее тоже, фристай. Русская красавица. И здесь еще поющая дама интересная. 600 рублей стоит. Еще кофе, да? Голосик. Грудь рукой удерживает, чтобы она не выпадала дальше. Забавная вещица. А это чайничек без носа. Вот такая стояла у бабушки. У моей. А, нет, у меня была оленькая цветочек у бабушки. А это здесь Аленушка с братцем Иванушком. Козленочка превратившегося. Интересно, из бересты тоже, да? Или из чего она? Старенькая. Сколько такая стоит? Пять. Вот таких выточенных. Понравился вот этот подсвечник. 3 500 он стоит. Довольно-таки старый, красивый рисунок. И цветы, и завитки. Очень красивые. Тысяча рублей грибочек. Копилочка. С маленькими, молодыми грибочками. Сверху крышка открывается, насколько я понимаю. И мне понравилась здесь вот эта вот еще ваза. для конфет, для печенья. 1650 стоит. Она без обозначений. Ну что, разложилась? Это все твое? Мне понравилась вот эта миленькая креманочка. 500 рублей она стоит. С виноградной лозой. Ну, для вареницы на одного человека. Есть небольшой скольчик вот здесь вот. Ну, вещица старенькая. Ну, в принципе, не читается, что есть скол. Номер 16 стоит. Старое стекло. Три шва присутствуют. И еще понравилась вот эта тарелочка. Тоже довольно-таки старенькая. Понравился за 2000 вот этот тоже подсвечник. Не высокий. И красивая мебель здесь. Банкетка. Кресло. Столик похож на мой. И, кстати, цены такие приятные. Вот 1600 стоит комплект вот этот. Троечки. Вот 1700. Шкатулка 2800. Ситечка для чая с корыцем. 1500 с корыцем. Куда стекает водичка. Ну, вот такая кофта у меня была. Точно такая же. Или у сестры у моей. Я не помню, кто ее носил. Ира. То ли я, то ли оба носили. Вот точь-в-точь такая. Весы какие-то. Акмосферные. Старенькие. С чашами. Красивые. До чего. Только вот на чем-то они висеть должны. И вот этот 2000. Вот этот 3500. Еще, конечно, есть варианты подсвечников. И, в принципе, цены такие приятные. Но он дороже. Но мне почему-то дешевле он назвал. На самом деле, тут дороже все. Вот такой очень высокий. Очень. Прямо статный. Как я на сцене. Ажурный. Металлическая антикварная кровать. И спинка есть. Две спиночки есть. И лежанка. Отстолье для зеркала. Тут вещи. Тут проценты. Если бы в Москве, и если бы вкусная цена, утащил бы домой, конечно. Работу все-таки раньше выполняли. Посмотрите, какое. Навершие у стула. Тот диван так и стоит. Кто-то из вас давно-давно, помню, написал, когда я его снимал. Ну, что-то, что грязное очень. Ну, конечно, грязное с тех времен. Но сама... Сама подача изначально, когда он был новым, прекрасным вот таким бордовым. И вот эти орнаменты, цветы. Конечно, красота. А сейчас он промятый, прогнутый. Ну, он остался таким же красивым. Зеркало со столом для документов. И псише на нем. Место для свечей, свечники. Рынок большой на самом деле. Колбасы, окорока, вот там кровяная колбаска, шея, еще что-то. Вкусности различные. Здесь много интересного. Пепельница. Рамка какая. Старый мишка. Такса. Старенькая шляпка. Надо спросить, сколько стоит. Из бархата. Правда, вытертая вся. Такой 2,500. Понравилось. Высокая, достаточно. Два коня сверху там. 18,000. Фасет прямо по рисунку. Картинная галерея. Вот они, ряды начинаются. Сейчас я по ним пойду. Людей много. И продавцов видите. Ну, сейчас и в Москве так же. Что погода хорошая. Выходной. Чего бы и не погулять. Будет она стоять рамочка. 1500 такая рамочка. Подобную я покупал. Только без вот этого. Без ножки. На рынке. Но я свою взял, по-моему, за 300 рублей. Мне нужна для симметрии подобная. Вот здесь рада. 1500 стоит. Но уже с ножкой. И ножку можно и в подвес превратить. Вот болтик там. Дырочка для болтика. Красивая мясорубка здесь. Заглядение. Ручка новая из дерева. Но сама Финляндия. Какая красотка. Заглядение. Подарок для кухни. Для хозяйки. А я светорок пододел. И мне уже становится жарко. С утра вроде прохладненько было. На самом деле подсвечников большой выбор. И больше, чем в Москве даже. И даже другие. Другие экземпляры, скажем так, встречаются. Которых я даже и не видел. Ни в Москве, ни за все это время. Ну, например, да. Вот этот, который брал в руки сейчас. И до этого, который я вам показывал. Чайничек, сахарница и молочник. Вот в таком исполнении. Набор. По-моему, глубокое посеребрение. Ну, кстати, красивый. Что-то там и есть написано. Но очень мелко. Не разобрать. Очень красивый такой колокол-звонок. На выбор. Пыльно очень, конечно. Пыльно. У меня даже не срабатывает пальчик. Телефон. Ну, пальчиком, чтобы. Синхронизация. Ой, какая хочешь. Вот и кругленькая есть. И побольше. Вот понравилась вещица. Говорят, салфетница. Что салфетки всегда втыкают. Атмосферная. Кстати, стоит 3 тысячи. То есть, в принципе, доступно. Ну и можно поторговаться. Как думаете, взять за 2 500? Не в самолет. Она как раз не тяжелая. Но вещица красивая. Здесь под навесом мало света. Щипчики такие. Какие-то еще 200. Почти в миниатюре. Накладки под дверной ручкой. Две штучки. Здесь их есть такие, ворочные. Очень красивые. О, еще-то я такие покупал в Москве. Похожие. Послушайте, книга про меня. Жил-был волшебник. Вчера тоже волшебника пил здесь, в Питере. Часовый сделал мастер, да? А, баллончики. Баллончики в продаже. Выставка Парижа. 1900 год. 36 видов здесь. Выставки художественных работ. В Нарфе. Что там такое кричит? Сумасшедшая. А это ЛФЗ старенькая. Ну, мне здесь глянулся еще подсвечник. 2 500 они его продают. Тяжелый. С мрамором, что ли. Латунь старая. Ну, даже готовы еще подвинуться. Здесь сервизы. Ну, что-то цельное. А, здесь нет. Здесь молочники в основном. Чайнички и молочнички. Дулево, видите? Они все разные, что ли? Барановка, по-моему. Снова дулево. Снова дулево. Как снова здорово, да? Вот это я не знаю, что этот цветок означает. Не знаю. Вот интересный тоже образец. Первый раз такое вижу. ГФЗ, что ли. Интересно. И кружечки. Тоже старенький фарфор. Двести лет цыганка мне жизни нагадала. Жизнь и чашу полную. Сытость без хлопот. Но благодать и двести лет. Ах, как же это мало. Нагадала б ты мне лучше счастья хоть на год. Нагадала б ты мне лучше счастья хоть на год. Нагадай мне, милая, о любви тревогу. Нагадай глаза врагам. Смело заглянуть. Верного товарища в дальнюю дорогу. И еще, 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 еще чего-нибудь. И еще.